Добрый вечер! У эфиры программа «Новины тыдня» на телеканале «Беларусь-4». У студии працуя Наталья Игнаценко. Глядите у выпуску. На этом тыдне в Москве с поспехом прошли дни Гомельской области. Выники масштабного форума у специальным репортаже Олега Синцерова. Се не отзначается «День настауника». Хто мая права на отриманне безнаявных жильевых субсиды? Отказна гэтае пытанне у нашым актуальным интервью. А зараза б гэта меньшым, больш падрабязна. Презентация экономичного и культурного потенциалу региона, подписание погодненеў об супрацовністве и выступление мастацких коллектываў. На гэтым тыдне у Москве с поспехом прайшлі дні Гомельской области. Аб самым важным и цікавым у матаряле Олега Синцерова. Москва, Марасейка-17. На полный час белорусское посольство в России стало ящее местом проведения дні Гомельской области в Москве. Тепер, пасля их завершения, можно констатовать, мероприемство отрималося. Гомельчане имкнулися представить свой регион максимально полно. На трёх поверхах делового и культурного центра посольства самое головное, починаючи от туристичных мактимысел и самобытной культуры. Головная задача Дні Гомельской области в Москве заключение взаимовыгодных контрактов, сервот подписанных документов, погоднение по супросунице с Московской гандлево-промысловой палатой, российским центром аналитики и деловых контактов, технопарком Строганова и один из самых великих об обыдавництве у Леческом районе завода по вытворюсти торфосопропелевых сумесей для землеробства и кормовых добавок для живёла Годоли. Замежный капитал теперь заявится у ящердной сферы экономики Гомельской области. Крупные проекты, такие как сферы нефтяной, металлургической, участвует российский капитал. И он не только с территории Москвы, Московской области, но и с крупных других городов, регионов Российской Федерации. И это говорит о том, что люди, бизнес не боятся укладывать средства, Беларусь не боится укладывать в экономику, потому что они действительно чувствуют себя на нашей земле, как в своей земле. Дни Гомельской области в Москве отримались мероприемством с оправдой международного взрыва с экономичным и культурным потенциалом региона, ознайомимся министром Евразийской экономичной комиссии, послы и работники дипломатичных миссий с больше 20 краин света, у Тимлику, Австралии, Аргентины, Бахрейна, Индонезии, Ганны, Шри-Ланки, плюс представникам 30 российских регионов. Мы, естественно, за то, чтобы развивалась наша промышленность, за то, чтобы укреплялись связи с другими государствами. Мы, в том числе, конечно, с Белоруссией. От Москвы до Гомеля к ля 800 километров, а ляга этой отвлеклась, совсем не перешкода для взаимовыгодных контактов, при том, что Белорусский регион обогу ли не даря навядомый сярод россиян к Утымлику с уместной историей и с уместными программами, які реализуются зараз. Я хочу поблагодарить руководство области за ту неизменную и плодотворную работу по укреплению российско-белорусских отношений, за активное участие в программах российско-союзного государства. Я хочу пожелать процветания Белоруссии в целом, это само собой, но в данном случае мы говорим о Гомельской области, поэтому я хочу пожелать процветания Гомельской области. Прямо здесь были достигнуты договоренности, как у наших санаторно-курортных организаций, которые расположены на территории Гомельской области. Можно сказать, только санаторий «Серебряные ключи» заключил сегодня четыре соглашения с туристическими предприятиями города Москвы. Особный блок культурной программы – выступления лепших артистов региона. Народная артистка Белоруссии, лаврат премии «За духовное дорожение» Галины Паулянок, заслуженные коллективы «Свояки» и «Гомель», лаврат международных конкурсов «Три лирица». Тут же у Деловом и культурном центре белорусского посольства в Российской Федерации выстава народная икона Гомельской с коллекцией Паласово-парковых ансамбля и негребские ручники Светковского музея белорусских традиций, плюс город-майстров и мастер-классы от рамесников взрослых регионов в области. Это вот на всю ширину ручник, а мы потом его разрезаем наполам и получается маленький ручничок на такие иконки, на теперешние, вот на маленькие, такие иконки 20 на 30. Сейчас же больших нету икон. Вот так таковых, когда у нас в деревне большущие иконы стоят на куте, а сейчас маленькие. Вот мы на эти маленькие иконки открём такие ручники разрезные. И красиво, и во всяком случае узорчики маленькие очень хорошо смотрятся на маленькой иконке. У Деники-Дион-Комельской области в Москве кажут, что программа оказалась настолько насыщенной, что навод полновартосной экскурсии по российской столице провести не отрымалась. У тым, что гэтый город сдольный уразить любого гостя, пераконовать никого не треба, а лишь и задача делегации Гомщины была совсем иншим. Развитие оконного экономичного и культурного супрациониста на основе взаимовыгодных интересов. После завершения мероприемств и подписания целого широкого погоднения, можно сказать, что поставленная мыта досягнута. Москва не только столица Российской Федерации, это буйный деловый центр, где уважливые относятся до всех потенциальных партнеров. После проведенных тут Гомельской области спецконтактов у местных подприемцев и организаций САУ еще больше. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио-компания Гомель из Москвы. У Беларуси собираются повысить зарплаты бюджетникам. Беларусь нафта вертается на рынок нафтосервисных послуг Украины. Уродженность льна у Гомельской области удвоя высшая за минулогодню. Подробязни об гэтых и инших темах у экономичном а глядзе на Стаси Кучинской. Беларусь нафта выиграла два тендеры на проведение работ для предприемства «Укргаздабыча». Наши специалисты будут працавать на родовищах газу Полтавской области. Наладживание супрацовництва с таким буйным державным предприемством, як «Укргаздабыча», опяцает беларусам добрые перспективы росту экспорту нафтосервисных послуг. Тем более, что Беларусь нафта мае намер претендовать на долю мясового рынка и у инших накерунках сервису. Урожайность ильно-трасты у Гомельской области в этом году на 50% выше и за леташнюю, и она складает 28 центнеров с гектара. Стан полеу дает подставы стверждать, что гомельские ильноводы значна перевысить показчики минулого года. Собрано 650 тонн на сенне лену, в два с половой разы больше, чем летость. Истотно повеличился и таки важный показчик, як середний номер ильно-трасты, якая поступает до места заховывания. Качество ильно-трасты выходит в средний номер единица, 1,05. Я думаю, что это выше, чем прошлогодний. В связи с этим, что выход волокна соответствующий будет более лучший. Выход длинного волокна будет более качественный. Так что и госзаказ будет в этом случае выполняться на поставки наршанским на комбинат. Вырошиванием лена у Гомельской области займаются у шести районах. Самые великие площадки поля у Кармянским, Будокошалевским и Чачерским. Специализация обмолена размещением ильнозавода у цехов и вытворчих участков, где перепрацовывают сыровину. У ближайшие дни у регионе плануют салком завершить уборку белорусского шоуку. Проект бюджету Беларуси на бягучий год, предуглеживая рост зарплату бюджетным секторы на 9%. У 2017 структура расходов бюджету крыху изменится. Однако на финансование важнейших, обороненных артыкулах это не поуплывая, свержают специалисты. При этом расходы в инших сферах могут сменьшиться. Например, снизится финансование будовинства. Что до селетних зарплат работников Гомельской области, то их середнюю зровень у опошней месяцы пашау расти. Последние данные официально опубликованы, это август текущего года. Номинально начисленная среднемесячная заработная плата работников Гомельской области за 8 месяцев составила 632 рубля. В том числе за август 674,6 рубля. По уровню оплаты труда среди регионов Республики Беларусь, Гомельская область занимает стабильное третье место, уступая городу Минску и Минской области. Коли говорить о померах середней зарплаты по галенах экономики, то по раннейшему самой высокой она застается у сферах информационных технологий, горно-здобывающей промысловости и нафтоперопрацовки. Тарыфы за отяпление для беларусов по куль повышаться не будут, а в этом заповнили в пресс-службе Министерства Жилёва Коммунальной Господарки. Нагадаем сёлита у Саковику, згодна указу, об оплате Жилёва Коммунальных Послуг были затвержены максимально машимые тарыфы на усе их виды. У выняку середняя выняковая сумма за отяпление будзе вагаться у межах тых личбов, які изнашились у квитанциях за студень лютых этого года. Настасия Кучинская, Марина Джалая, Валера Ига Панько, Игорь Марышенко. Отель и радио «Компания Гомель». Дарыч из первого Кастрычника в Беларуси почау дейничать указ об предоставлении безнаявных субсидов для частковой компенсации Жилёва Коммунальных Послуг. По приблизным подлику на такую допомогу змогуть различовать каля 10-15% жахаров Гомельской области. На протягу Кастрычника во усеих Жилёва Коммунальных Господарках будуть створены специальные службы субсидирования. Кто мое право на отримание такой державной допомоги? По яких принципах яна буде наличаться и на оплату яких послуг распаусюджваться? Ваше увазе интервью зуделом начальника отдела Жилёвой Господарки областной ЖКГ Василя Василюка. Здравствуйте, Василий Владимирович. И вот мой первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, что такое безналичные жилищные субсидии и когда озвученный указ вступает в силу? Здравствуйте, Марина. Указ президента Республики Беларусь о предоставлении безналичных жилищных субсидий от 29 августа 2016 года, номер 322, вступает в силу с момента его опубликования. Отдельные позиции, отдельные пункты указа вступают в силу после 1 октября 2016 года. Это те пункты, которые непосредственно касаются предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий. Безналичные жилищные субсидии – это форма государственной поддержки гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам безгражданства, которые официально зарегистрированы в Республике Беларусь, имеют разрешение на постоянное проживание в Республике и вид на жительство. Расскажите, пожалуйста, каким будет размер субсидий и будет ли он отличаться по областям, либо он будет принят и будет единым для всей Республики? – Размер начисленной субсидии в разрезе Республики будет одинаков, но он будет различаться для граждан, проживающих в городах и городских поселках, и для граждан, проживающих в сельской местности. Этот размер будет определяться, исходя из того уровня доходов, которые имеют проживающие в этих территориях граждане, и той планки совокупного дохода семьи или гражданина, которые определены для городских поселков и города – 20%, а для сельской местности – 15%. – Каким образом будут начисляться безналичные жилищные субсидии? Будут ли существовать для их начисления какие-то свои принципы? – Безналичные жилищные субсидии начисляются под гум-принципом. Это выявительный принцип и заявительный принцип. То, что касается выявительного принципа, то право на начисление этой безналичной жилищной субсидии имеют граждане, достигшие пенсионного возраста, установленные в государственном сроке, и получающие эту пенсию, но не работающие. Кроме этого, имеют право на получение безналичной жилищной субсидии по выявительному принципу те граждане, которые являются инвалидами и не работающие инвалиды. Кроме этого, у этих граждан в составе семьи не должны быть работающие члены этой семьи. – То есть, с ними должны прописаны быть вместе? – Да, по месту жительства. – То есть, они могут быть, но главное, чтобы не были прописаны… – Они, эти граждане, которые формируют эту семью, и которые прописаны совместно с гражданином, подающим заявление на субсидию. Заявительный принцип предусматривает обращение гражданина в службу субсидирования соответствующим пакетом документов. К этим документам относится документ, удостоверяющий личность гражданина. Это и паспорт, это свидетельство о рождении и другие документы, в том числе и пенсионное удостоверение, а также те сведения, которые содержат информацию о совокупном доходе семьи, то есть те доходы, которые получают гражданин. Кроме этого, он в службу субсидирования предоставляет свое заявление, и это заявление служба субсидирования, соответственно, рассматривает. Делаются расчеты, по которым определяется право этого гражданина на получение безналичной жилищной субсидии. Сейчас формируется служба субсидирования, они будут как бы сформированы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на тех предприятиях, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги и осуществляют начисление жилищно-коммунальных платежей. Как часто нужно обновлять документы тем, кто получает жилищные субсидии? Значит, периодичность предоставления документов такова, что по выявительному принципу субсидия предоставляется на три месяца, а по заявительному принципу на шесть месяцев. Поэтому с этой периодичностью должны быть представлены документы, предоставляющие право на получение безналичной жилищной субсидии. Безналичные жилищные субсидии будут начисляться только на оплату основных жилищно-коммунальных услуг? Безналичная жилищная субсидия предоставляется на оплату части оплаты основных жилищно-коммунальных услуг, к которым относятся техническое обслуживание, очистение на капитальный ремонт, это плата за услуги горячего холодного водоснабжения, отопления, канализации, плата за услуги газоснабжения, в том числе оказываемые через индивидуальные баллонные установки или те услуги газоснабжения, которые жилищно получает от специальных установок, которые обеспечивают газоснабжение жиженым газом. Также к этим услугам относятся электроснабжение, которое потребляется на освещение квартиры, на бытовое электропотребление. Кроме этого, субсидируется потребление той доли электроэнергии, которая расходуется на освещение мест общего пользования и на работу оборудования, включая работу лифтов. То, что касается вспомогательных жилых помещений, то эта доля определяется пропорционально количеству проживающих, количеству потребляемой электрической энергии. И я хочу добавить, что на жилищно-коммунальные услуги, которые субсидируются, это только основные жилищно-коммунальные услуги. А какой примерно процент жителей Гомельской области получит право получать безналичные жилищные субсидии? Исходя из укрупненного анализа ожидаемых обращений за получение безналичных жилищных субсидий, это где-то 10-15%. Может ли плательщик получить индивидуальную консультацию по вопросу оплаты жилищно-коммунальных услуг с привлечением вот таких субсидий? Безусловно, любой гражданин может получить соответствующую консультацию, необходимые разъяснения по вопросам начисления и предоставления безналичных жилищных субсидий в службах субсидирования. Они будут сформированы территориально по месту расположения жилищно-коммунальных служб. Они будут уже функционировать в октябре месяце. Спасибо большое, Василий Владимирович, за подробные ответы. Вам тоже спасибо за поставленные вопросы. Первая неделя Кастрычника – цудовный день, у який у чарговый раз можно выказать падяку тем, кто робить с дитяти, саправднага человека. Сёння – день настауника. Гэта не просто одна з найважнейших профессий у свете. Настауник – это человек, от якого залежить практично стольки школьки от батьков. Настауник не просто дае веды, настауник отдае частинку своей души. Тысячи и тысячи людей, что год отдают усе свои веды, любовь и здоровье, гэтой пачесной и нелёгкой справе. Кто сте сустракая нас у дитячем садку, кто сте перший раз наёмец со школой, кто сте посвячая у профессию у ВНУ. На любом узровне системы адюкации педагог – гэта прызвание. Гэта той человек, кого мы слухаем, кому довяраем, кого паважаем, кому нават даем ласкавые имёны. Я подозреваю, что какие-то прозвища есть, наверное, у каждого учителя. Ну вот случайно узнала и сразу поняла, почему именно так назвали. Назвали они меня «Любовь Исторьевна». Я всё считала, что я Ирина Анатольевна, а тут вдруг «Любовь Исторьевна». Ну, наверное, они определяют моё отношение к предмету и любовь к этому предмету. И я, честно говоря, рада этому, что такое прозвище. У Гомельской области с кожным годом повеличивается колька из тобальников, призёру Олимпиад, удосконаривается работа с талиновитыми детьми. Усё гэта выник працы наших наставников. Про свои досягнения наши педагоги рассказывают только вспоминаючи своих вучняв. В 2003 году у нас был феноменальный выпуск. 17 медалистов, 13 золотых и 4 серебряных медалей. Практически все это учащиеся одного класса. Классный руководитель Кармазина Людмила Николаевна. И хочется сказать, что это было оценено на уровне республики. К нам приезжал тогдашний заместитель министра образования Фарино Казимир Степанович. Час диктует свои правила. Сучастный наставник повинен ведать всё, рабить у троя больше, быть технично одукованным и открытым сердцем. Надо терпение, хорошие железные нервы. Хорошо учиться надо, чтобы быть учителем, чтобы передавать знания другим. Мне кажется, самое важное – терпение, а также понимание. Настоящий учитель должен быть самоотверженным, потому что поколение у нас растёт сложное. И учитель всё-таки – это человек, который отдаёт себя полностью детям. Причём не своим детям, но они становятся для него родными. И поверьте, я проработала уже больше 20 лет. Я практически всех своих учеников помню в лицо. Надо быть человеком. Мне кажется, в первую очередь. Любить и понимать детей. И относиться к ним так, как ты относишься к своим детям. Слушать всегда их, разговаривать с ними – это самое главное. Разговаривать и на уроке, и после урока. И вот ещё за всё время работы я уловила для себя очень важное правило – детей не обманешь, они чувствуют сердцем. Напереды Днепрофессийного свято в областном доме Новученцу собрались работники установки эдукации из всей области. Узнагороды там отримали лепшие наставники. Однако самым дорогим подарунком стали не грамоты и каштонные презенты, а саморобное сердце, которое с подякой зарабили для всех наставников региона украинские переселенцы. Однако, кольки в добрых слов не подшули у своего свято наставники, сдаётся, будет мало. Я хочу искренне поздравить вас с этим великолепным народным праздником, потому что он касается абсолютно всех. Все люди проходили через дошкольное образование, заканчивали средние школы, лицеи, гимназии, поступали в среднеспециальное высшее учебное заведение. И, конечно же, в каждой семье касалось образование. Поэтому это и носит статус именно всенародного праздника Дня Учителя. Пожелание крепкого здоровья, благополучия, успехов, удачи, продолжение своей профессиональной карьеры в своих учениках. Благодарных родителей вам, уважения общества и всего самого хорошего, дорогие друзья. С праздником, с Днем Учителя. Вольга Вальченко, Игорь Марышченко, Телерадио, компания «Гомель». Идя новина у культурного життя. Шарах новых выстав и черговый концертный сезон на этом тыдне открыли у «Гомелі». Як это было, доведаемся разом с Ганной Ковалевой. Под гуки классики гомельский симфоничный оркестр открыл новый концертный сезон. Первое выступление коллектив дал у городским центры культуры. Со сцены гучали творы Хачатурана, Мусорского и Калинникова. До открытия концертного сезона у весь тыдень рыхтовалась и Гомельская областная филармония. Программу «Музычные шедевры» у вас обили камерный хор и камерный оркестр. Даты открытия 50-го сезону обраны «Международный день музыки». Дарачи, новый этап творчих и життя на этом тыдне так сама распочала народная артистка Беларуси Людмила Корхова. Свой юбилей она отзначила на сцене областного драматичного театра. Спектаклем по мотивах Достоевского «Чаруны сон», у яким выконвая галовную роль. Дарачи, гэтаму театру она отдала амаль 50-х годов. Я старалась жить по совести, по чести. Не лгать, не фальшивить, не предавать. Вот это. И старалась очень честно заниматься своим делом. Я выбрала эту профессию, я служила и служу театру. Гэты тыдень был богатый на выставы, причым абсолютно розные патематыцы. Так Гумельский палацово-парковый ансамбль проадставил экспозицию плакаты «Вельми польские» Рышарда Каи. Кожный с полсотни экспонатов заховывая свою историю по мотивах биографичных падений Мастака або самой Польши. Гэтаж культурная установа на этом тыдне проадставила еще одну выставу. Экспозиция под названием «Естория одного каталюшика» объеднала некальки десятков авторских работ. Сполучение экспонатов разных стилей и техник демонстрирует то, как менялся же ночный головный убор на протягу некольких исторических эпох. И на реште экспозицию, у которой сполучились одразу поэзия, фото и выявленное мастерство, представили у выставочной зале университета имя Франциска Скарыны. Экспозиция стала выником республиканского конкурса «Гранитворчасти». У им свой погляд на поэзию Максима Богдановича представили студенты замаль 20-вына в Беларуси. Выстава их фотосдымков и живописных работ станет пересоуной и после Гомеля отправится по инших областных центрах Беларуси. До речи, на этом тыйдне Гомел и Жлобин у рамках информационной кампании «Тычится навод тех, кого не тычится» наведали зорки беларуского телебачения и эстрады. Тут я не рассказали об идеях кампании по доброохвотным тестированию на ВИЧ. При этом у каждой области вызначается представник кампании. У нашем регионе им обвещаны ведущий телеканал «Беларусь-4» Гомель Александр Гавейка. Разом со Светланой Бароузкой, Дзянисом Дудзинским, лидером гурта «Джей Морс» Владимиром Пухачем он сустрелся с сотнями молодых людей, кав рассказать об сучасном тестировании на ВИЧ и пропоновать пройти его. Гэты метод обследования – сучасная альтернатива анализу крыви. До речи, выпуск экспресс-тестов уже наладили у Беларуси. У худким часе станет махчимым набыть его и сделать самостоянно. Вот сегодня я была в центре, куда приходят наркозависимые. И они говорят, а что сдавать, вроде у меня не должно быть. И он каждый день об этом думает и волнуется. А когда человек приходит, и ему говорят, все хорошо в случае, если все хорошо. Это такая радость, это не стоит тех 20 минут волнений, которые я испытала, но зато я абсолютно радуюсь. А вы волнуетесь каждый день. И это неправильно думать, что это не со мной. Поверьте, в вашей среде и среди ваших знакомых обязательно есть один ВИЧ инфицированный. Вы просто об этом не знаете. Или хуже всего об этом не знает он сам. Донести до людей разумение гэтага и галонное натхнить на тестирование методы, которые у всех гэтые люди и мкнутся. Все ли тайны так само наведают Гродно, Пинск и Молодечна. Реализация проекта протягнется и в наступном годе. И по прогнозам Макчима празд некольких годов Беларусь отрымает шанс стать одной из немногих краин свету, где свой статус ВИЧ ведают 90% насельництва. И об спорте. Одразу два областные турниры по боксе отбудутся на наступном тыдне в Гомельском центре Олимпийского резерва одиноборства. Юнаки поспоборничают за медали спартакеяды детяча юнацких спортшкол. Дорослые вызначат чемпионов в области. Переможцы обо двух турниров отправятся на республиканские споборництвы. Спартакеяды распочнется четвертого Кострычника. Чемпионат в области на наступный день. Поединки будут проходить в зале боксу. Об инших подеях спортивного життя региона расскажет Максим Савин. Программу шостого тура чемпионат Украины по мини-футболю открыть ЦКК «Элитсельмаш». Поединок отбудется учать вверху Светлогорску. На наступный день у спорткомплексе «Уруча» в Минску сгуляют столицы и БЧ. Матч станет часткой футбольного феста. У дельники якого, кроме мини-футбола, убачить прямую трансляцию гульни футбольной сборной Беларуси супрать команды Голланды. У рамках отбору на чемпионат света 2018 года. Гомельские аматоры так само не застанутся без мини-футболу. На выходных нас чекает черговое мясцовое дерби. У спорткомплексе «Лакоматы» отбудется супредстояние ВРЗ «Агрокомбинат Паудневы». У первой лизе футбольного чемпионата Беларуси команды сгуляют 22-й тур. У субботу у Магирове Гомель Чагунтран сустренится с Дняпром, а Светлогорский химик на своем поле будет примать старичная торпеда. У неделю Гомель на Центральном сгуляет со Смолявичами. Представники Гомельской области у чемпионата Беларуси по хокею и экстрализе протягнуть на наступном тыдне домашние серы. У четвер Гомель сустренится с Могилевым, а Металлург с Брестом. У субботу Брест приедет в Гомель, а Могилев – у Жлобин. Аматорам гандболу на наступном тыдне сумовать не довядеться. Но у Серадужа ночная команда гандбольного клуба Гомель на паркете палаца гульновых видов спорту будет примать Березину. А у субботу мужчины там же сустренятся с Гродинским Кронаном. Проведутся наши команды и выездные гульни. У Сераду в Могилеве мужчинская команда Гомеля сгуляет с Машекой. У субботу девчаты отправятся у гостя до Берестя. Максим Савин, телерадио-компания «Гомель». Гэты, а так сама иншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершенный, у студии працывала Наталья Игнатенко. Дякую за увагу и до новых встреч в эфиры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА